Скручивать не стесняются вообще, то есть скручивать по 300-400 тысяч. Такой огромный скачок на запчасти ценные, то есть на дизельные. Парни, привет! С вами Евгений Денисов и канал ОМЗАП. И сегодня, сегодня мы с вами поговорим о дизельных двигателях. Вернее, мы поговорим сегодня с нашим лучшим специалистом по дизельным двигателям Анатолием. Мы сегодня узнаем, как можно максимально качественно продлить жизнь нашему дизельному агрегату. Ну что, пойдемте в цех. Нас очень часто спрашивают в комментариях, рассказать больше про дизельные двигатели. Расскажи, пожалуйста, как его обслуживать, какие есть рекомендации? Ну, двигатель, конечно, дизельный довольно сложный. Здесь рассказывать тоже надо очень долго. Не каждый поймет. Основы, конечно, самого дизеля такие, знаете, как сказать... Школьные такие, как сказать... Ну, лично я рекомендую менять масло от 7 до 9 тысяч. Так, вот, надеюсь, это масло в двигателе. Топливные менять через замену стараться. Это, опять же, от 15 до 20 тысяч топлива. Стараться оригинал ставить. Сейчас у нас просто появилась проблема не только грязное топливо, но еще и сухое. То есть, уже, наверное, многие столкнулись, потому что в некоторых случаях прям там запах алисонного топлива, то есть керосина. Ну, очень ужасно, то есть там. Дизель, конечно, тоже надо иногда выехать и дать ему как следует. То есть, чтобы он выкинул вот эти вот все нагары, осадки. А есть смысл в каких-то присадках? Нет, я присадки абсолютно никакие не поддерживаю, потому что, не знаю, то есть, возможно, есть хорошие присадки. Да, не спорю, там, кто-то говорит, что льет какие-то немецкие, американские. Но я в практике сталкивался только с тем, что люди использовали присадку, а потом стояли на ремонте. Вот, я не знаю, какого что качества за это было. То есть, иногда это было просто следствие, то есть, чего-то. Но есть огромное количество людей, пишут тоже в комментариях, что они прям от заправки до заправки стабильно доливают что-то в бак. Нет, были такие интересные ребята здесь приходили, сервисы, которые рекламировали вот эти различные присадки. И они брали в дизельное топливо, то есть, некое количество там топлива дизельного, перемешивали его с родной гадостью. То есть, там, с маслом, с водой и так далее, так далее. То есть, прямо здесь вот наглядно нам ставили пробирочки такие, и вливали свою присадочку, перемешивали ее, и все исчезало. И топливо стало чисто. Но, сам факт, то есть, они ее разбавили, все это растворилось, но она не исчезла, что вода. То есть, это я видел наглядно. Картинка изменилась. А, в принципе, если бы, когда вода отдельно от топлива, тогда у нас есть датчик наличия воды. Он покажет. А вот, когда мы с помощью присадки смешаем топливо с водой, то вот тут уже не знаю, покажет ли датчик воды, что там присутствует вода. То есть, можно сказать, что рекомендация примерно такая, налить всякую фигню себе в двигатель, в бак. Не, ну, есть, есть. Как же, то есть, я, допустим, не поддерживаю никаких присадочек, ничего. То есть, ничего, опять же, миллионы людей, опять же, возьмем так, что, которые пишут люди, которые говорят там, или что-то еще думают. Их, вот из этого огромного количества людей, те, кто пользуются дизелью, их очень мало. То есть, их там полпроцента, один процент. То есть, но все остальные 99% ездят и ничего не делают. И все отлично. То есть, это вот только лишь те люди, которых сломалась топливная система, которые там вложились в топливную систему по какой-то причине. Вот они уже боятся, потом они что-то пишут. Ну, мое такое мнение. То есть, те, кто обожглися, знают. Вот мы из видео в видео про дизельные двигатели постоянно повторяем одну и ту же фразу, что дизель, он дает отсрочку, дает кредит, а потом все это дело забирает в двойном, если не в тройном размере. Что можно сделать, чтобы эту отсрочку максимально увеличить, кроме масла? Ну, тут ответ вообще очень простой. Не берите дизель просто с пробегом там от 300 тысяч. Все. То есть, не стоит. Если вы не способны его обслуживать, если вы не готовы встретиться с поломанной топливной системой или разваленный двигатель, не стоит. Просто и все. Вот. Дизель должен быть новый. То есть, это да, были старенькие дизеля, которые там были 2000-х годов, которые бегают до сих пор, но сейчас нет, не то время, чтобы обрать дизель. Сейчас просто такой огромный скачок на запчасти цены, то есть на дизельные. Топливо у нас уже обгонять стало, там, бензин. Все что угодно. То есть, обслуживание и так далее, так далее. То есть, дизель с каждым днем становится все дороже, дороже, дороже. Поэтому рисковать все-таки, если хотите, да, возьмите, но все-таки новый. Либо, допустим, БУ, но с небольшим пробегом, с проверенным и как бы с желанием пользоваться дизелем. Не знаю, но много, очень много случаев, с которыми я сталкиваюсь, что когда люди приезжают и говорят, я только купил. Вот сегодня буквально сделал Grand Star, который купил у дедушки с небольшим пробегом. Якобы дедушка клялся ему там прям детьми, что все хорошо. Но он доехал от дедушки до дома и он заклинил. То есть, когда он вернулся обратно, дедушка сказал, ну, сынок, извини, ты смотрел, что брал. Одна из подписчиц задала вопрос. Хочу Grand Star с дизельной присмотрела 98 или 100 тысяч пробега. При условии, что если, допустим, это действительно настоящие 100 тысяч и автомобиль хорошо обслуживался, к чему ей примерно готовится в ближайшие 1050? Ну, опять же, Grand Star с какого года? Евро 4, Евро 5. Евро 4. Евро 4. Ну, замене фламе, госящий шайб под портунутом. Обязательно, если приобретаете, допустим, тот же дизель, как и бензин, для того, чтобы быть уверенным, мы сразу первое, что делаем, это делаем ТО сами, для себя. То есть, не в зависимости от того, что кто-то удалил чего-то, то есть, на свой цвет и вкус. Приехали, все заменили, сделали и спокойно ездили. Ну, вот как-то так, в принципе, в целом. То есть, купил, все поменял. Да, купил, заменил, то есть, опять же, нужно, не знаю, нужно найти, наверное, сервис. Давайте начнем с другого. Опять же, если это реальный пробег, 99,9, что, скорее всего, он был скручен. Первое, что вам нужно, когда вы берете дизель, ну, у нас есть ребята, которые обращаются, все-таки знакомые клиенты, которые были на бензиновых машинах. Теперь на дизельных, или на старом дизеле, или на новом. Они приезжают, просят хотя бы, чтобы подъехать и глянуть этот дизель. Как он работает, то есть, реальный ли пробег на двигателе, то есть, вскрывался, не вскрывался. Ну, вот эти элементарные вещи, как бы, простые. Нужен для того, чтобы купить дизель, то есть, нужен человек, который разбирается. Пусть просто послушает, хотя бы послушает, посмотрит визуально. Не нужно смотреть, там, кузов или что-то, двигатель. То есть, в дизеле, двигатель, это прямо, ну, самое первое. Что нужно обратить? Да, большинство подписчиков, которые говорят про подержанные автомобили, они задают вопрос, можно ли к вам приехать? Можно к нам приехать? К нам можно приехать? Можно, конечно. Для того, чтобы провести диагностику автомобиля, понять в каком он состоянии, для того, чтобы дальше его можно было полноценно эксплуатировать. Ну, и тем более, если речь идет о таких автомобилях, как, например, Grand Starks, и особенно, если это все-таки такой family car, если это машина для семьи, то было бы, наверное, здорово быть уверенными в том, что этот автомобиль надежный, потому что безопасность семьи, это, наверное, приоритет номер один. Я вам так скажу, что вот, если здесь туксун, здесь, может быть, нет смысла скручивать, или, допустим, если и скрутят, то немного. На автобусах, то есть Grand Starks и Starks, скручивать не стесняются вообще. То есть, скручивают по 300-400 тысяч. То есть, не по 100, не по 50. Там трассовые пробеги огромные. Да, там скручивают, вообще не стесняются. И при покупке, опять же, нужно посмотреть, то есть, двигатель, если даже устанавливался, так как довольно ломкий двигатель, если даже устанавливался контрактный, то есть ли документы на то, что он устанавливался, то есть, чтобы не попасть в ГАИ. Скорее всего, на Grand Starks, там, допустим, с 7 по 12 год, скорее всего, будет мотор уже контрактный. И вот в этом плане надо проверить. То есть, не в том, что, допустим, пусть он будет контрактный, его можно все поставить на учет. Главное, чтобы были бумаги на руках на этот двигатель. Ну да, чтобы он был легальный, и понимать, сколько он все-таки пробежал. Да, то есть, потому что при покупке, то есть, очень часто ломается этот двигатель, еще до 200 тысяч, там. И поэтому, вот в этом плане, то есть, при покупке Grand Starks'а, надо обязательно проверить, соответствует ли блок, то есть, двигатель своему номеру, родной он там или нет. Если он там не родной, ничего страшного, если он хорошо работает, ничего не бежит, не стучит, ничего страшного. Главное, чтобы были... Чтобы сюрпризов не было в ГАИ. Соответствующие бумаги на этот двигатель. То есть, если у нас устанавливается контрактный двигатель, или, допустим, восстановленный какой-то устанавливается, то у нас даются бумаги в ГАИ. Пожалуйста, вы поехали, что вы поставили у нас, и все есть. То есть, проблем никаких. Но если его поставили в гараже, то, скорее всего, бумаг никаких не дали, и в ГАИ будут проблемы. Проблемы с регистрацией, это печаль. Поэтому все так же... Первое, что при покупке дизеля, это нужен кто-то, хотя бы хоть разбирается в каких-то... Ну, элементарных вещах. Ну да, но учитывая, что практически для любого мужчины покупка автомобиля, это своеобразная покупка новой игрушки, получить неприятный сюрприз где-нибудь на регистрации, а еще хуже, где-нибудь на трассе, в виде вставшего двигателя, это, конечно, будет беда. И таких очень много, таких очень много. То есть, такие каждый день приезжают. Да, как говорят, что он заберет все и возьмет все больше, то есть, именно про дизель. То есть, если вы покупаете дизель с пробегом, то обязательно, то есть, надо смотреть, смотреть, еще раз смотреть, все перепроверить, все хорошенько. Именно силовый агрегат, то есть, ну, можно так сказать. Понятно, что по кузову сейчас очень много гнилых, тоже там есть битые, но это как бы на втором плане при покупке дизеля, кузов это на втором плане. То есть, первое, это вот именно коробка, двигатель, то есть, все, вскрывалось, не вскрывалось, делалось, не делалось. То есть, если, допустим, я делаю каждый день, я вижу, что вскрывали, что делали, как откручивали. То есть, на каждом, даже болту, на каждой грани остается след после завода. То есть, они крашены, и там сразу остается след. Крутили, не крутили. Да. Ну что, друзья, мы с вами поговорили про дизельные двигатели, как вы и просили. И, возможно, кто-то из вас не узнал ничего нового, а для кого-то было открытием. Ведь, да, действительно, дизельный двигатель может долго-долго давать в кредит, а потом разом забрать все и даже больше. Подписывайтесь, ставьте лайк и не забывайте нажимать на колокольчик, потому что я хочу, чтобы самый лучший контент вы получали первым. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok